Больше чем на 40 миллиардов тенге госучреждения Казахстана пытались необоснованно завысить стоимость товаров и при госзакупках в прошлом году. Завышенными бюджетами отличились аппараты Акиматов, Организации образования и здравоохранения Казахстана. По мнению экспертов, подобные ситуации возникают из-за безнаказанности чиновников. Системе госзакупок нужно полное переформатирование, считают они. Об этом не раз говорил и президент. Два года назад он дал поручение принять новый закон о государственных закупках. Документ подготовили, но по словам главы государства не доработали. Об этом в нашем следующем материале. 420 тысяч тенге за шину. По такой цене хотела приобрести товар руководство школы-интерната в Маркоколе. Подобная заявка появилась в октябре прошлого года на сайте госзакупок. Она вызвала вопросы у регионального антикора. Выяснилось, что цена завышена минимум в пять раз. Спорные сделки были заблокированы. Сумма экономии составила порядка 1 миллиона 200 тысяч тенге. Купили фактически шины от 30 до 80 тысяч тенге. И остальные сэкономленные суммы уже пошли на другие необходимые, действительно важные вещи для данной организации образования. Руководители образовательного учреждения рекомендовали привлечь к дисциплинарной ответственности. Еще один случай произошел в Костанайской области. Там отдел образования планировал закупить 43 тысячи литров летнего дизельного топлива по цене в 580 тенге за литр вместо 250. Двойное завышение. Но антикоррупционная служба вмешалась и предотвратила убыток на сумму больше 14 миллионов тенге. В Актюбинской области департамент санэпидконтроля планировал приобрести 3000 комплектов одноразовых защитных костюмов на 15 миллионов тенге. В то время как среднерыночная стоимость такого же объема товаров не превышала и 6 миллионов. Экономия в итоге составила 9 миллионов тенге и деньги возвращены в бюджет. Еще один пример АО СПК Туркестан в ноябре 2023 года планировала разыграть лот по услугам реконструкции веб-сайта за 11 миллионов тенге, завысив цену в два раза. В итоге услуга приобретена за 4 миллиона. Экономия составила 7 миллионов тенге. Сфера госзакупок превратилась в черную дыру, куда ежегодно уходят миллиарды тенге. Там выявляются тысячи нарушений. Среди наиболее распространенных завышение стоимости закупаемого товара или услуги, а также участие в тендерах и конкурсах, аффилированных с чиновниками людей. Особенно это наглядно видно, знаете, сфера строительства, сфера автомобильных дорог. Но это просто, знаете, две такие самые выпуклые. Там, во-первых, стало нормой осуществлять государственные закупки из одного источника. Мы видим результаты таких госзакупок в этих двух сферах. Я пока говорю об этих двух сферах в виде постоянно дырявых дорог, которые года не продерживаются после настила или ремонта. Потому что это сознательно делается. Зачем делать крепкие дороги? Чтобы потом что, 20 лет деньги не получать? Совсем недавно о проблеме заговорил и глава государства. Он поручил уделить новому законопроекту о госзакупках особое внимание. Документ, по его мнению, нуждается в доработке. Как раз сейчас он находится на рассмотрении в Нижней палате парламента. Необходимо, по словам президента, усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства. Такого же мнения придерживаются и эксперты. По их словам, сейчас чиновники чувствуют безнаказанность. Отсюда и открыто присваивают деньги. Чтобы уголовное дело было, нужно состав для преступления, в любом случае. Чтобы состав был, должен быть ущерб какой-либо. Объект, субъект субъективной стороны. То есть умысль должен быть. Один из факторов, когда в государственных закупках появляется нарушение, это установление ущерба. Сейчас норма идет как? Ущерб есть фактически, но до регистрации уголовного дела любой поставщик, виновник, он может возместить этот ущерб. И в итоге фактически может оказаться так, что этого ущерба нет уже на момент регистрации уголовного дела. И это в целом вызывает такой вопрос, когда уголовное дело может не появиться из-за этого. Еще один главный коррупционный риск, по мнению экспертов, закупка из одного источника. В действующем законе описываются обстоятельства, при которых этот способ может быть использован. Их больше 40. По мнению экономистов, основания необходимо сократить. Вместо этого предлагаются применять EPC-контракты. Иными словами, договор между заказчиком и подрядчиком, когда вторая сторона полностью отвечает за реализацию проекта. Начиная со строительства, проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Сабина Рахимбай, 24 КИЗ.